добрый день и друзья 12 02 18 года поехали ну я сегодня вот опять таки и не хотел сегодня как бы поздно уставшие но вот это вот блин приходится заставлять потому что как это под поток вот этой жижи которая разливается депутский зомбоящиком просто неудержим мне кажется что вот кроме меня никто вот не занимается тем чтобы какой-то выставить плотину против этого или что-то молодые мозги это дело в том что вот сейчас что казалось бы может быть подлее гнуснее чем коммунист на сию вонючие дебильные вот этой идеологии воровской убийств воровства вот вот есть разновидность джугашвилис вот эти вот вот эти вот кончены конченая т.д. не буду говорить конченые существа скажем так вот дело в том что джугашвили все очень обозлились на александра невского возненавидели его вот по какой причине состоялся вот голосование такое по телевидению но такое вообще национально там глазе в художник участвовал патриарху был и ну джугашвили конечно юг ту самые выдающиеся фигура в нашей истории и оказалось я тоже следила сниманиями дня для меня это имело значение есть если за вот эту вонь там проголосует я вот думал да то значит нету россия в тупике она никуда не выйдет потому что морально-нравственные основу это база без которой и никуда если народ идет за зомби упырями людоедами хунвейбинами и вот этими ну кампучийскими существами вот этими вода которые съели половину населить то и какие может быть и вот перспектив но однако вот к моей радости победил александр нецкий а джугашвили ушел на на второй план ну значит много этих упырей но не большинство вот и я хочу сказать но это вызвало немедленную ненависть стали про александра немского сочинять всякие небылицы что он с баты на брата андрея накинулся чтобы власть свою прибрать там к руках ну просто полная чушь что он не хотел что он трус не хотел идти против баты и а вот галецкий князь бандеровский там тамошний у древний укр сидел да вот такая была умница и фильм там нас сварганили в его там пользу там что вот все какой молодец замечать я хочу немножко что если бы не дурная галиция вот я там это не имеют а в том в предыдущем видео начал эту тему то неизвестно неизвестно вообще состоялась ли бы это вот и 300 летний игорь дело в том что я расскажу тогда немножко эту историю сейчас вкратце сжато но так дело в том что двинулась войска чингисхана страшным потоком но проводники его зашли завели или из их завели специально в ущелье и там они были окружены аланами половцами ну еще там на ряд народности так сказать но так сказать хитрые монголы вступили в переговоры с половцами и уговорили их уйти дескать мол нельзя вот после чего они разбили и тех и половцев разбили а половцы побежали к нам не вспомнишь сколько они там грабили сколько они там убивали на руси сколько сколько владимир мономах с ними так сказать боролся и ну как бы дальше вот ситуация развивалась вот у одного вот этого половецкого князя он был зятем вот этого галицкого князя и вот оттуда пошла сразу дура он конечно туда прибежал нажаловался и все и давай и а этот галицкий вместо того чтобы вспомнить всю историю да как взаимоотношения с галицким и хотя бы оценить что вот реально оценить я вот на месте этого галицкого дубов дубины страшной дубины задумался вообще что чингисхан разбил не одних половцев разбил еще целый ряд народов и двигается вроде как вот и но знаете вы же понимаете что монголы как бы южный народ они шли не южный теплые вот эти вот страны там вот им очень нравится там типа индии там турция там вот тут ну туре это тогда турецкие имя виду территории вот эти вот и и совершенно не факт было что они бы двинулись на россии но галицкий все значит замутил собрали войска собрали войска вот 1080 год вместе с половцами но нифига не учли что он когда уже это где-то после покорения китая у чингисхана уже все начинал 60 тысяч у него уже было 200 тысяч значит к тому времени у него только так было ты тыс тысяч 300 350 вот и вот значит вы собрали 80 тысяч все пошли воевать за что пошли монголы выслали совершенно ну такое адекватно посольство которые сказали вас слушайте а чё вы собственно говоря галицкие эти князья недоумки быть и зачем собрались то вот вообще вот потому что мы пока что еще вам ничего злого не сделали никаких этих селений не разорили ничего не а собственно говоря расправились с вашими вековыми врагами половцы вот ну и они даже советовали сами расправиться с половцами ну конечно тут тут их слушать не надо было надо было сказать что мы сами разберемся у нас закон гостеприимства и как бы время сейчас такое бурное и не только я вот я бы на месте галицкого сказал что у нас не только с востока нам угроза но и этого как его запада всякие там тетонские поляки там литовцы но у черти знает кто в общем тема саранчи то оттуда идет и какой-то вспомогательный войск она бы как бы не помешала решает и все и если и там конечно можно было бы выслать видя такое ну как бы уважительно и довольны посольство чингисхана можно было выслать ему подарки чтоб он какие-то мечи и чтоб не задеть его честь наладить какие-то может быть даже поговорить о торгом с торговым сотрудникам по крайней мере конечно монголы так сказать коварные так сказать люди но вообще история показала что не смотря на то что наши войска были разбиты накалки чингисхан всю всю кампанию свернул и повернул совсем в другую сторону вот все-таки на 90 процентов он не планировал вот и лезть в эти холодные неприятные для них территории ну как вот южные люди они ну как бы старается выбирать себе захватывать ну тоже южные территории а там дофига было захватывать еще индия не было захвачена но благодатная территория в общем масса каких-то территории у чингисхана там были терки еще уже со многими со многими и и со многими поэтому он и выслал это посольство казалось бы конечно в имеют такую опасность наверное надо было галецкому князю подумать что как-то надо договариваться с северными князьями которые более боеспособны были и мозгами мозгов у них было больше но знаете вожжа под хвост попала вот сейчас как и вот он как у отражение вот этих вот и всех этим бандеров значит собрали войско ринулись вперед вперед покатились блин ну как вот и джугашвили там знаете завещал там как вроде вот ими джугашвили командовали там там будем воевать этим быстрым ударом легким наступлением так сказать ну ну дурость она продолжит дальше послы приехали их ни с того ни с сего убили хотя вроде как какой-то наглости с их стороны и что-то такого но они пришли с какой-то речью там вот ну с этого момента вообще этого делать конечно не надо было впоследствии это все отразилось на мирном населении вот ну и что там еще как сигнал на кому коммунистам приходит на помощь пиндосия ну пиндосия тогда в образе англаз на гласакса там на гласакс какой-то описывает вот эту битву под калка я это уже все рассказывал саку чушь плетет о том что чингисхан там выслал двадцать тысяч после против против восьмидесяти тысяч нового код конечно полководец может какой-то ну как бы одаренный выслать двадцать тысяч на дате подлое если вот у него нету больше если у него допустим двадцать пять тысяч всего а вот то надо и двигается восемьдесят тысяч русского половецкого войска союзного и надо что-то выдвигать вот взял двадцать тысяч а пять тысяч вот для охраны ставки и все ну ведь блин у него же было за за триста тысяч это будто как бы как бы он удерживал все эти территории китай харизмское царство вот все эти вот покоренные территории громадный обширный которые потом превысили территорию российской империи вот ну бур бандеровская галецкая на этом не кончилось это люди с чрезвычайных фанаберий дело в том что вот когда значит там вернулась разведка 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 бандеровская вот это вот галецкая древних укров вот и и показали они себя как конченые дубины они сказали что монголы да какие они мой я хочу сказать может быть монгольская тактика и страдала что часто не не выдерживали строй не но это были искуснейшие воины как вот в плане личного владения потому что чингисхан запрещал им работать он запрещал монгол закабалять других закабалял а они вот ездили по степям стреляли из лука целыми днями боббить ну и тренировались тренировались дело в том что еще в битве при джамуха и он сказал что мы потерпели поражение а больше мы не потерпим по и он начал их тренировать тренировать и натаскивать и впоследствии вот этот добрый человек как уверяет нас там вот эти басаевцы всякие радуевцы сварил живьем людей джамухи но и джамуху конечно дружка своего убил вот такой был замечательный человек и против такого свирепого хищника вот эти вот покатились вот и донесла это разведка ну вот и вот если бы я поручик иванов был бы а не какая дубина галецкая да то наверное он бы спросил а как же вот если они такие они вот столько царств уже в пепел превратили и те же половцы вскоре с которыми с мы столько возили от мутузили как как это как черепаху так сказать но эти не задали разбили попался монгольский авангард его разбили и галецкий возменил себя вообще александром васильевичем суворовым и папеор и папа а папеор он так вот это киевские князья еще что-то готовились там еще битву подошло монгольское войско и галецкий как укалки уже происходило это области мариуполя вот подкатила монгольское войско и и тут галецкий ну вот как вот эти вы видите сейчас в ради какие дурные люди сидят вот это все галечане вот тут и вот вся эти вальцманы и вот эти вот кептельманы и прочее вот а и примерно такого же мышления там мы завоюем россию вот и идти так же мы мы завоюем чингисхана а слава вот чего волновало может достаться каком-то киевскому князю или там еще кто там был может севера был да вот и вот это очень озаботило вот этого и он схватился и потихонечку тихо от всех значит навалился на это монгольское войско вместе с полуцами вот такими же отмороженными его родственниками вот ну конечно их было не двадцать тысяч конечно их было ты но я думаю минимум их было сто пятьдесят тысяч иначе просто надо сказать что чингисхан был дурак ну как зачем если у тебя громадное войско на войско которым ты еще не имел дело высылать двадцать тысяч а мы же вообще две высылать тогда и это точно дождаться их уничтожения так сказать шансы двадцати тысяч против восьмидесяти не очень велики даже если восемьдесят тысяч непутевая войско даже если а как бы русских ну не было такого знаете молвы что они вот такие вот 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 сики вот но и как надо ожидать дело в том что в монголы большое количество конницы причем они стреляли они просто засыпали стрелами не засыпали их стрелами и войско начало таять и первыми побежали половцы вот англичане там перед неправда что половцы там побежали не про ну давайте вот эту на глазах скую пропаганду вот эти что это русские побежали вот эти что это русские побежали какие они трусливые это писали те кто дважды драпал из подорды вот они там ухвалились бахвалились а вот ну вот по крайней мере вот дедушка вот этих вот людей вот ну вот зачем то вот уже тогда надо было очернить ну давайте подумаем с вами вместе кто побежал первые половцы или русские 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 еще не терпели поражение от монголов они еще собственно говоря и от половцев то не терпели поражение так сказать половцам крепко доставалось а у половцев до все лучше уже погибли уже погибли это те кто сбежал с поля боя да кто же побежал включите голову кретины со всего мира вот эти так называемые истории ну я думаю 99 процентов все-таки побежала половецкая войска она побежавшая ну смяла так сказать вот хилая войска галецкая и все это обрушилась вот на остальных князей которые только продрали глаза и в общем то нифига они еще и не поняли не врубились вот эту ситуацию ну и вот там битва шла семь дней все это они еще переправились через реку хотя бы река какое-то препятствие можно было по ее берегам какую-то может быть оборону организовать вот и в общем не не александр невский виноват а виноват вот галецкий дурак из-за которого погибло 90 процентов войск и сам он был ранен чуть чуть не погиб но смотался 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 вот зато чингисхан прошелся но вот в правоту моих слов вот какие-то у него были терки в булгарии там войско вот англичане нас там обливали грязью да там всяко однако ослабленное войско как этого ну вот я трудно выговаривать судебея как-то его фамилия да вот этого полговодца там потерпела тоже неудачу они вернулись но в общем то чингисхан был доволен что пограбили хорошо проехались вот и в общем поскольку монголы всегда были очень расчетливы видимо когда подсчитали потери вспомнили что еще терки есть там со всякими южными народами в общем все это было отложено но убийство то послов осталось да вот это вот так может быть война может быть они пошли бы югом-югом а потом вломились бы в европу вот этим ты ко всяким там товарищем которые какие-то которые к папам римским которые на нас там организовывали один крестовый поход с другим вот бы там все и поплясали ну а я теперь хочу ну это немножко предыстория ко временам александра невского александр невский ну вот он там рассказывает по зомбои он разбил шведов он разбившим да да со шведами было маленькое сражение достаточно но где александр невский справился дружины самое главное его конечно ледовое побоище где ему дружины не хватило взяли немцы взяли псков ему пришлось вооружить мужиков вот этих легких кончуга путь против двадцати тысяч кованые раки достаточно большое войско тогда и он набрал едва едва 20 тысяч вот вместе с мужиками совсем-совсем ну и как мы знаем что он разбил это войско вот но дело то в том дело в том что орда к тому времени уже выросло значительно то что и время значительное еще они там еще больше завоевали народов подмяли то есть у них было уже не 300 у них было 500 то есть баты и мог против 20 20 тысяч александра невского выставить выставить 500 тысяч ну и что можно с таким войсками сделать поэтому александр невский но уже понимал что он может не вернуться поэтому он ездил во рту поверьте кретины коммунисты бандеровцы пиндос газдеповцы пропагандоны там всякие вот именно по этой причине они по какой-то другой почему он не боялся немцев которые но всегда были жесткие вояки супер вояки таки ну потому что немца было меньше просто меньше а у баты было громадное войско вот теперь опять таки этого галецкого князя при у какой он смелый какой кучу что пишут тоже дубина тоже дубина во первых этот вот галецкий князюк вместо того чтобы понять что нужная русь киев там были вырезаны они пали там через недельку там все по вырезали по по как бы силу того что галичане убили посольство то и соответственно население страшно пострадало потому что ну вот как бы а чингисхан был самолюбивый товарищ если вот так можно назвать ну как таким коммунистическим его назовем в общем настоящий был коммунист не жалел мирное население вот и какая ситуация сложилась и вот этот галецкий князь вот он и науськивал андрея на науськивал не александр невский виноват что андрея пришлось потом бежать андрей вот брат александра поддался вот этим все он начал что-то там против орды а они ай было не не то время александр невский его уговаривал что подожди они может быть там пересориться между собой надо выбрать момент тем более что вот этот те галецкий князья они не хотели подчиняться изначально то ну как бы все русское государство пошло с севера вот эти вот 22 скандинавских вот этих вот князя да ну а лишь спустились они вот киев-то захватили организовывали там самостийное сепаратистское государство собственно говоря от этого из всех как бы неприятности и пошли впоследствии вот но вот что же пришло галецкому князю ну он бы хотя бы до думал ну ладно буду один с ордой воевать я такой крутой ну наверное сил у него было не шибко много не больше чем у александра невского так и он и чужого на вознаме а он ринулся в венгрию там воевать но вы же понимаете даже любая какая-то победоносная война это человеческие потери войско тает вот насколько александр василь суворов был удачливый полководец талантливейший да ну и во время италийского похода у него войска становилось все меньше меньше поэтому он вынужден был а поскольку у него войско изначально было очень небольшой то и и его как бы союзники не стали поддерживать он и повернул назад вот и в последствии последствия вот ситуация сложилась следующим образом галецкий попер на рну сам без согласования с александром невским без всего и вот этот хвалебный фильм там но и там вот этот хвалебный то лживый и лживенький фильм еще застойные времена видимо снятые вот этими коробчуками он же не показывает то катастрофу которую устроили опять вот эти галичане дело в том что уже там растратил свои силы он переправил там крепость он разбил всего лишь небольшое монгольское войско действительно он его разбил ну когда когда мало того что на него двинулись всем всей массы своей орды вот дело в том что на него и навалилась и литва и литва и когда а монголы подошли они ему поставили условия или ты будешь сейчас как наймит с нами пойдешь на литву или мы тебя устроим фактически он лег под орду вот почему вот эти вот территории потом последствия из оккупации его не выходили потому что конечно я понимаю что в галиции живет наверное немало умных людей но с руководителями как и польши там не везет дурак на дураке иду дураком пока им честно говоря и у нас в россии придурка по хватал но и хотя бы было через одно а вот вот какой-то блин невезуха я вот хочу сказать если фактически просто я сейчас все сжал так вот и стоит исторически но если вы это просмотрите то вы поймете что сабдеповский зомбоящик вызов выполнять пин доски заказ запакостить вам мозги и больше ничего понимаете потому что я вот говорю вещи я и в прошлый раз и говорил когда анализировал битва под калку там было большое количество но так сказать процентном отношении частенько выходила на первое место вот у из моих так сказать видео вот и вот поэтому интерес к этому есть я думаю что вот просто задача такая ссора сопротив прочего то сброда который не вылезает из нашего зомбоящика смешать нашу историю с грязью рассказать какой джугашвили был молодец какой александр невский был там негодяй я думаю что подозревать человека который несколько раз ездил во рту прекрасно понимая что он болтается на волоске прекрасно баты и видел что он талантливейший полководец и прекрасно понимали они что в любой момент он может выйти из под контроля ну и поэтому он и был отравлен потому что это были очень опытные политики мангу вот а вот этого тихо всяких вот этих галицких они или использовали потом в последствии они использовали против литвы хотя вот вот калицкого не хватило даже ума что как только мы двигались против орды на нас обрушилась литва польша всякие всякие тевтонские походы вот еще в чем была беда а это тоже там не десять человек высылали но пусть у тех тонов не было 500 тысяч но если они собирали двадцать тысяч кованые раки кованые хорошо бы грамотная ведущий войну достаточно грамотно а у александра невского мужики которые в легких кольчужках да но это надо было иметь незаурядные мозги чтобы это все выиграть и так сказать и тотальную волю и вы же понимаете что битва со шведами у него потери битва с тевтонами у него потери и как умница он понял что как бы это не кончилось второй калкой и и разве он не был прав разве его политика не явилась таким прологом к куликовской битве которая конечно задержалась но которая без его мудрой политики не могла бы состояться представьте что александр невский спылил бы пошел за все обиды так сказать с мечом и у него и уже не было восьмидесяти тысяч потому что галичане спустили эти восемьдесят тысяч а у него был двадцать тысяч если восьми восьмидесятию тысячами мы не смогли орде противостоять орде еще чем не батыевская чингисхановской которая была еще на порядок слабее еще потому что еще столько территории не было так сказать по подметам всего доброго